Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вместе с вами распаковать посылку со своим заказом из интернет-магазина фирмы Низанка. Или Низанка, я не знаю, честно говоря, как правильно, но буду говорить Низанка. Надеюсь, что так будет правильно. Посылка мне пришла сегодня и пришла она из Новосибирска. Пока буду открывать посылку, расскажу о заказе. Заказ я сделала в конце августа на сайте производителя, органайзеров, всеми мастерицами, любимых и известных среди вышивальщиц. Органайзеры для Мулине, для Игл производит данная фирма. В общем, у них бывают периодически очень хорошие спецпредложения, акции и скидки. И вот я зашла на их сайт и было очень хорошее предложение. При покупке каких-либо товаров на сайте Низанка, хорошие скидки на сами органайзеры до 20%. По такому случаю я выбрала Мулине DMC и заказала органайзеры их замечательные с хорошей скидкой. Скидка у меня получилась, по-моему, чуть более 500 рублей. С момента оформления заказа, заказ мне отправили через 2 дня, по-моему. И шел он до Ленинградской области 12 дней. В общей сложности с датой оформления заказа прошло 14 дней, 2 недели, в общем. Вот сайт студии Низанка, тройной W, Низанка.ру. Ну, ссылочку на сайт я вам на всякий случай еще оставлю. И вот такая у меня получилась сумма заказа. Скидка вышла 586 рублей. По-моему, заказы стоимостью больше 3500 рублей, по-моему, доставляются бесплатно. Да, все верно. Доставка почты России 0 рублей. Ну, подробные условия вы сможете еще почитать, конечно же, на сайте. Итак, вот так вот все упаковано хорошо, все в пакетиках. Давайте сейчас все достану. И все посмотрим. Так, давайте, наверное, органайзеры оставим на самый конец. И сейчас посмотрим все остальное. Так, заказала я канву. Вот такую вот канва Цвайгард Линда, 27 каунта, молочная, кусочек 70 на 40. Так, и сейчас скажу вам, сколько она стоит. Так, канва Цвайгард. Этот кусочек 70 на 40 стоит 296 рублей. Дальше. Нитки Мулине. Они мне нужны для одного проекта. Я планирую вам показать, что я хочу вышивать. Вот такой набор. Буду вышивать очень красивую бабочку. Это будет подушка у меня. Мулине. Одна пасма по 37 рублей. Ну, я заказала 26 пасм. Мулине. DMC. Ну, цена, в принципе, хорошая. Потому что я знаю, что, по-моему, Каролинка, да, фирма, продают дешевле. И они находятся в Санкт-Петербурге. Но просто здесь мне нужно было, да, для получения скидки на органайзер и для бесплатной доставки набрать товар. А ну, собственно, я набрала то, что мне было именно нужно. Дальше. Заказала я вот такую вот симпатичную, солнечную, яркую, желтую канву. Это венгерская канва. Аида 14. Кусочек, отрез 80 на 50 сантиметров. И стоимость этого отреза 100 рублей. Ну, я считаю, что это очень хорошая цена для такого размера. В принципе, обычная, хорошая, накрахмаленная канва яркого, желтого цвета. Дальше. Купила я иглы швейные, ручные гобеленовые. Номер 359. Номер 28. Да, это для 16-го, 18-го каунта. 25 штучек. Иглы стоят 67 рублей. Тоже хорошая цена. И следующее, что я купила, очень интересный элемент. Это от Панна. Оборотная сторона наволочки с обшитой застежкой молнией. Это 100% хлопок, размер 50 на 40 и цвет белый. Как раз буду вот вышивать бабочку. В комплект входит оборотная сторона наволочки со вшитой застежкой. Инструкция. Ну, в общем, молния вшита. Это очень удобно. То есть у меня будет передняя сторона, это моя вышивка. И оборотная сторона вот такая вот. Мне кажется, отлично они подошли. Канву я подобрала замечательно. Молочную линду 27-го каунта. И вот этот вот хлопок. В принципе, знаете, при желании можно и на нем вышить что-то. Класс. И вот этот элемент. Нижняя сторона наволочки стоит 319 рублей. Ну, это очень круто. Не надо уже вставлять будет молнию. Супер. Так, дальше. Переходим к органайзерам. Очень мне трудно было сделать выбор. Потому что выбор действительно большой. Долго я мучилась. Какие мне нужны органайзеры. Непонятно было, какого они размера. Потому что есть, конечно же, обзоры на YouTube на эти органайзеры. Но мне было непонятно лично, какого они размера. Очень они огромные. Нет. Вот такой, например, можно в дорогу взять или как. Ну, в общем, я решила ограничиться вот этими тремя. Пака я не планирую покупать. Потому что, в принципе, судя по отзывам, девочки довольны. Кто покупал низанку органайзеры, остались тоже довольны. В принципе, ну, пока стоит не намного дороже, чем органайзеры низанка. Но многие вышивальщицы говорят, что у низанка даже покачественнее. Вот эту вот низанку заменили раньше, когда они начинали выпускать. Это был пластик. Сейчас это акрил. Это более прочный материал. Поэтому, в общем, заказала я вот такой органайзер для игл и ниток. Органайзер для игл на 36 ячеек. И органайзер для игл и ниток на 48 ячеек. С каждым органайзером в комплекте идут уже 10 вкладышей. То есть это очень-очень классно. Давайте, наверное, начнем. Покажу вот такой вот органайзер для игл на 36 ячеек. Видите, здесь все запаяно. Это очень классно. Вот таким вот это все образом выглядит. Карты. Карты вложены. 10 штук. В принципе, их можно использовать будет и с этой стороны самому. Что-то нарисовать, мне так кажется. Вот сюда эти карты вставляются. Вставляются довольно-таки плотно. Хорошо. Ровненько все вошло. Вот эти перегородки не мешают совершенно. И я уже приготовила иголочку, чтобы попробовать ее запарковать. В принципе, хороший поролон. Видите, под каким углом иголка входит. В принципе, ее можно и насквозь вот сюда вот высунуть. Для многих это проблема, но я считаю, что не надо так. Ну, мне лично я не буду так глубоко иглы запихивать туда. Вот. Мне будет очень удобно пользоваться. Это на 36 ячеек. Давайте скажу вам по размеру. Потому что по размеру, к сожалению, я ни у кого в обзорах не нашла. А для кого-то, может быть, это тоже важно. Так же, как это важно для меня. Итак, длина 22 сантиметра. А высота, вернее, ширина 6. Ну, высота примерно 4. Вот так. Так же, что хочу сказать. Если вдруг вы не знаете, то все органайзеры Низанка, они разборные. И там же на сайте студия Низанка можно заказать вот эти вот сменные части, поролончики. Новые. Вдруг они у вас прохудятся в процессе эксплуатации. Можно будет все заменить. И так же продаются дополнительно вот такие вот сменные карты. Я сначала накидала в корзинку, но потом решила не тратить деньги. Потому что и так 10 этих карт, тем более с каждым органайзером, в общем, мне хватит надолго. Итак, давайте теперь посмотрим следующий органайзер. На 24 ячейки. И это уже органайзер для игл и ниток. Он отличается от предыдущего тем, что у него есть вот такие вот лепестки. Для крепления мулине. Также входит 10 карт сюда. Очень туго так они входят. Хорошо. То есть у вас карты выпадать не будут. Девочки, я никогда не видела пака, но... Я сейчас вижу эти органайзеры и я очень довольна. Вот прям держу в руках. И они действительно крепкие, добротные. Крючки классные. Вот нажимаю очень сильно. Ничего не происходит. Крючки тоже сейчас стали новые они выпускать. Более прочные с учетом жалоб и пожеланий, предложений вышивальщиц. То есть по сравнению с первыми версиями они их усовершенствовали. Вот. В общем, вот такой вот органайзер. Что-то не могу найти свою линейку куда-то... А, вот я ее положила. Итак, девочки, по размерам длина 14 см и вот так по ширине в самом широком месте 11 см и по высоте. Самое высокое место, вот до лепестка, 3 см. И давайте сейчас вот так вот припаркуем иголочку. Хорошо все держится. Многие говорят, что самые слабые места это вот эти крайние лепестки. Что будьте осторожны, но в целом да, они держат, дают натяжку послабее, чем серединка. В принципе, удобно. И давайте теперь у меня здесь есть от текущего процесса вот такой картонный органайзер. Снимем ниточки и попробуем навесить. Ниток много у меня, посмотрите, какой пучок. Ну, в принципе, даже вот такое вот количество большое. В общем, целый моток мулине можно спокойно вешать. Больше, я думаю, что не надо, правда же? В общем, здорово. Мне понравился. Вот, и последний органайзер. Это органайзер для игол и ниток на 48 ячеек. Естественно, этот органайзер я уже не буду никуда с собой брать. Я буду его использовать вместе со станком. То есть, в каких-то своих больших, крупных процессах. Также 10 вкладышей карт в комплекте. Принцип точно такой же, да, как вы понимаете. С обратной стороны эти органайзеры выглядят вот таким вот образом. И сейчас тоже скажу вам по размеру. На 48 вот этот самый большой. Еще такой же есть на 36. Вот. И вот такие вот органайзеры, девочки, я купила на 36. А есть еще на 24 и тоже на 48. Но я взяла вот такой. Он, на самом деле, не очень крупненький. Вот на 36 очень даже здорово. И по размеру. Итак, длина 27,5. Ну и ширина, соответственно, как и в том, 11. Высота 3. В самом высоком месте. Вот такой был у меня заказ покупочки. Я осталась, девочки, очень довольна. Могу вам рекомендовать. Потом в процессе вышивки уже, когда повышиваю, после эксплуатации буду делиться своими отзывами в своем блоге в Инстаграм. Ссылочка на мой Инстаграм всегда есть под моими видео. Переходите, подписывайтесь. Буду рада нашему общению. Ссылку на сайт обязательно оставлю. Там же посмотрите актуальные акции и цену на данные органайзеры. На этом все. Надеюсь, что моя информация была для вас полезной. Если видео понравилось, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Желаю всем хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.